Дорогие люди, всем огромный привет! Это видео для тех, кому интересно не только про детей, но и про нас с вами. Мы сегодня поговорим про минимализм. Детей мы тоже коснемся, естественно, куда без них. Я порекомендую книги, которые я для Толи покупала по сохранению экологии, про минимализм, про разумное потребление, потому что эта тема мне очень интересна. Я стремлюсь к минимализму и как раз к разумному потреблению. Я хочу производить как можно меньше мусора, и я хочу, чтобы наша семья, чтобы моя семья оставляла как можно меньше мусора после себя. Для меня это очень важно. Это то, за что я откровенно так болею всей душой. Я не люблю вот эту всю одноразовую историю. Вот давайте сегодня поговорим о том, от чего мы отказались и какие вещи мы не покупаем уже многие-многие годы. Первое, от чего мы отказались, это одноразовые батарейки. Уже лет 5 точно я не покупала ни одной одноразовой батарейки. Все приборы, которые у нас работают, работают на аккумуляторных батарейках, либо заряжаются от сети. Даже когда у моего ребенка был период увлечения различными радиоуправляемыми машинками, игрушками, мы туда вставляли батарейки, которые заряжаются. У нас их 6 штук. И когда моему ребенку нужно было там что-то вставить из одного трактора, мы переставляли в другой. Я объясняла ребенку, почему мы так делаем. Потому что батарейки, да, вот это вот все тяжелые металлы, это то, что нужно либо сдавать на переработку, но лучше вообще, если у тебя есть возможность, этим не пользоваться. Вот мы купили 6 аккумуляторных батареек и, соответственно, периодически их заряжаем, разряжаем. Сейчас у нас 8, потому что у ребенка моего появился Xbox приставка. Там, получается, задействованы сразу 4 батарейки в геймпадах и 4 еще заряжаются. Одна в часах стоит, да, другая в часах стоит. И вот так вот мы их между собой периодически меняем. Две всегда у нас лежат заряженные на всякий случай, если куда-то они еще понадобятся. То есть вот одноразовые батарейки это то, что мы не покупаем много лет. Также много лет я не покупаю одноразовые трубочки. Я купила, это, по-моему, H&M Home. Вот такие золотистые трубочки. Их в комплекте 6 штук. И к ним шел вот такой ершик для того, чтобы была возможность все это промыть, почистить. И я знаю, что такие трубочки сейчас есть абсолютно везде. Ну вот мои из H&M, они даже не потеряли свой золотой цвет. Но единственное, я их ни разу не мыла в посудомоечной машинке. Я как-то уже привыкла. Если у меня ребенок пьет кефирчик, молочко, какао, сразу как он допил, я раз-раз быстренько промыла. И сейчас он уже сам это может сделать. Он берет трубочку и потом просто ее промывает. И, соответственно, мы этим не пользуемся. Дальше. Конечно же, очень давно я не покупаю пластиковые одноразовые пакеты полиэтиленовые. И сейчас я расскажу, чем я их заменила. Когда я хожу по магазинам, у меня с собой всегда есть вот такие мешочки. Бывали у меня случаи, когда я забывала, например, свои несколько мешочков. И я просто брала, покупала такой мешок или что-то брала вообще без мешка. В руках, например, взять два лимона или взять один огурец, например, а потом уже закупиться с мешочками. В общем, вот такие мешочки я использую. И я их использую для овощей, для фруктов и для некоторых сыпучих продуктов. Например, я беру на развес гречку, я беру на развес рис, перловку. Вот такие вот крупы, потому что они ничем не отличаются от того, что ты покупаешь в упаковках. Единственное, что я покупаю в упаковках, это пасту, макаронные изделия. Потому что я пробовала как-то брать на развес, мне не понравилось по качеству. И поэтому мы берем вот бариллу в картонных упаковках. И, да, картонные упаковки потом можно использовать. Я снимаю вот этот вот полиэтиленовый кранчик. И картонные упаковки сейчас мы складываем для того, чтобы использовать их для растопки бани. Или когда-то мангал, например, там разжигаешь. Нужен картонный. Поэтому мы всякие картонные упаковки аккуратненько спрессовываем, складываем. И у нас получается, например, такая коробочка макулатуры. Можно сдать, можно использовать, если вам есть где использовать. Когда мне нужно упаковать какие-то продукты. Я использую вот такую бумагу, вощеная бумага обычная. В нее прекрасно заворачивается сыр, колбаска, что-то можно, бутербродик можно в нее завернуть. Единственный минус. Вот в этой бумаге долго хранить нельзя. Потому что будет через какое-то время заветриваться. И поэтому, что я делаю? Если я понимаю, что мне нужно будет продукт хранить долго, я его храню в контейнере, в стеклянном. У меня несколько стеклянных контейнеров. И я, соответственно, храню. Если у меня в одном стеклянном контейнере, например, в большом, несколько видов сыров, то я могу взять один вот листочек, разорвать его пополам. Соответственно, там сыр, один вид сыра завернуть, другой вид сыра завернуть, колбасу завернуть. И все это в общем в контейнере хранить. Тогда ничего не происходит. Вот эти пакеты работают превосходно. Дальше. Что я еще использую вместо пластиковых пакетов? У меня есть вот такие силиконовые контейнеры. Они служат по много-много-много лет. У них срок службы где-то лет 10. Сейчас у меня просто он после посудомойки. В общем, смотрите. Он вот такой большой. В него помещается хлеб. Есть вот такой зажим для того, чтобы это было все герметично. В него помещается хлеб. В нем можно заморозить, его можно размораживать, мыть в микроволновке и так далее. То есть, когда на самом деле нужна какая-то герметичность, и когда бумага не поможет никаким образом, то вот такие силиконовые пакеты прекрасно работают. У меня таких силиконовых пакета 3. Мне их хватает. Они прекрасно моются. Вот этот пакет у меня в использовании 2 года. И он в идеальном состоянии. Это пищевой силикон. И я просто в восторге. Прекрасно в нем все хранится. Если мне нужно заморозить мясо, что я делаю? Например, фарш. Как я замораживаю? Я прокручиваю фарш. Раскладываю его по формочкам, например, для кексов. Замораживаю. Они там замораживаются, эти формочки. Потом я выдавливаю все это в контейнер. И у меня в контейнере хранятся брусочки такие из фарша. Сколько мне нужно этих брусочков, столько я и беру для того, чтобы блюдо приготовить. И мне так удобно. Для того, чтобы в морозилке у меня тоже какие-то пакеты не лежали. Но иногда я могу заморозить и вот в этом. А если мне что-то нужно, например, заморозить, чтобы не впитало это никакие запахи из морозилки. Здесь замораживаю. И могу потом переложить уже в какие-то контейнеры организовать. Либо прям в таком пакетике и оставить. Дальше. Что у меня здесь? Естественно, мы не покупаем бутилированную воду. Мы покупаем бутылочки. Примерно на 2 года хватает бутылочки из спортмастера. Мне нравятся. Они пластиковые, да. Они пластиковые, потому что со стеклянными ходить неудобно. Но они очень хорошего качества. Их надолго хватает. Вода в них не протухает. И мы, соответственно, пользуемся такими бутылками всей семьей. Наливаем из дома. Воду и носим везде. Бутилированную воду мы не покупаем. Даже на дачу мы не покупаем бутилированную воду. Мы купили туда фильтр в стакане. И, соответственно, этим пользуемся. Дальше. Что я еще не использую? Я не использую губки для мытья посуды. Я вам сейчас расскажу, что я использую вместо губок. Тоже уже много лет. Я использую вот такую люфу. Это тыкви. Это даже, кстати, тыквиное семечко. В общем, это тыквина. Она биоразлагается в природе. Служит прекрасно. Она хорошо отмывает. Не царапает посуду. Вот сейчас она такая жесткая. Когда она в воде, она намокает и разбухает. Ей очень удобно мыть. Единственный минус. Губки чем хороши? Губки хорошо создают пену. Люфа она не пенит. Именно поэтому, когда я перешла на пользование люфой, а не губками, мы приобрели вот такие дозаторы-вспениватели. Когда я выбирала дозатор-вспениватель, для меня было два основных момента. Он должен заряжаться от сети. То есть, это не должно быть в батарейке. И он должен хорошо вспенивать и иметь большую чашу. Тут просто у нас на кухне такой стоит. Он вспенивает, соответственно. И ты уже пенкой моешь. И в ванной такой стоит. Это очень сильно экономит моющие средства. Почему? Потому что вы наливаете, например, жидкое мыло. Мы покупаем в канистре жидкое мыло. Канистра нам хватает почти на два года. Это заливается одна третья. И две трети вы добавляете в воду. И, соответственно, вот этой вот пенкой, которую дает средство, вы моете. Вот так это выглядит. Для тех, кто не знает. И, соответственно, вот этой пенки достаточной для того, чтобы качественно руки помыть. И если вы выдавливаете моющее средство на губку, то этого достаточно тоже для того, чтобы помыть посуду. Так как я не пользуюсь еще никакой бытовой химией практически, это тоже одна из вещей, которые мы перестали покупать. Раньше у меня было очень много бытовой химии в каждой комнате. Вот это от пыли, вот это для стекла, вот это для плиты, это для всего прочего. Сейчас я практически не использую бытовую химию. Я пользуюсь содой, если нужно что-то там оттереть, особенно там белую посуду. И я пользуюсь лимонной кислотой с уксусом. Я пользуюсь обычным моющим средством, которым я мою посуду. Потому что оно решает вообще большинство проблем. И тебе не нужно иметь очень много тюбиков. Когда мне нужно что-то потереть где-то, то я использую вот такую щетку деревянную. Она очень удобно держится в руках, у нее натуральный ворс, и она биоразлагаемая, естественно. То есть, если я бы взяла пластиковую щетку, стоят они так же, что деревянная щетка, что пластиковая. Они примерно в одной ценовой категории. Только вот эту, когда я выброшу, когда она окончательно придет в негодность, она будет биоразлагаться, грубо говоря, 2 года, а пластиковая будет гнить там 150 тысяч лет. И еще я иногда использую вот такие кокосовые губки. Это из натурального кокосового волокна. Мне их хватает очень надолго, потому что нет особо в них надобности. То есть, вот у меня отсюда одна только сейчас в использовании. Я их разрезаю вот так пополам. И это тоже для того, чтобы что-то где-то потереть, если нужно. Вот на даче мне нужно периодически что-то потереть. И я беру вот такие кокосовые губки, которые легко разлагаются. И все, нет никаких проблем. А дома я использую вот такую кокосовую губку для того, чтобы мыть, например, фартук на кухне. Ванну. Ну, вот что-то такое. Таким образом. Так и живем. Что еще? Раз мы заговорили с вами про вот такие деревянные щетки. А мы с мужем давно перешли на бамбуковые щетки для чистки зубов. Ребенок у меня в этом году тоже вот прям буквально неделю назад. Он сказал, все, мама, я тоже перехожу на бамбуковые щетки. Я не буду больше пользоваться пластиковой щеткой. Они тем более небольшие. Я ему давала возможность попробовать несколько видов ворса. Вот у меня такой там экстра мягкий у меня ворс, потому что у меня чувствительные десна. И он попробовал. Я покупаю их наборами. Вот такие щетки. 400 рублей стоят. 4 зубные щетки. Бамбуковая биоразлагаемая. Рукоять. И все с ними великолепно. И вот ребенок у меня тоже решил, что будет пользоваться теперь бамбуковой щеткой вместо пластиковой. Но опять же, пластиковую я ему купила буквально недавно. Детскую щетку. И естественно, он будет ее доиспользовать. То есть, когда он решил, мама, я тоже теперь буду бамбуковой щеткой пользоваться. Он говорит, давай мне теперь бамбуковой огур, сынок. Это не экологично. Если у тебя есть что-то пластиковое, если ты что-то приобрел, даже если в наш дом попал какой-то пакет пластиковый, еще что-то. Это нужно доиспользовать. Это нужно использовать по максимуму. Просто поменять все контейнеры от пластика на стекло. Все поменять в доме из пластика на стекло. Это не выход. Ты работаешь на экологию тогда, когда ты это доиспользовал. Использовал по максимуму. Использовал вторично все, что можно использовать вторично и так далее. Вот тогда это про экологию. Просто поменять пластик на дерево, просто выкинуть все пластиковое и купить стеклянное, это не то. Поэтому вот пластиковые щетки мы всей семьей теперь не используем, а используем теперь будем деревянные. Мой ребенок тоже на это согласился. Дальше, тряпочки для уборки. У меня есть одна тряпочка для уборки, которой 100 тысяч лет. Когда вот только пошел гринвей, по-моему, мне подружка подарила тряпочку для чистки стекла. Я ему из зеркала и фасады на кухне, они у меня пластиковые, белые, глянцевые. Все, больше у меня никаких специальных других тряпочек нет. Если мне нужно что-то где-то убирать, я могу использовать спокойно хлопковые тряпочки, которые я делаю из толиной одежды, которая ему мала и которую уже невозможно никому отдать, потому что она изношена. И мы прям свободно берем, вырезаем красивые тряпочки, используем какую-то ветошь и прекрасно они нам служат. Это тоже про то, чтобы вещь доиспользовать. Если ты уж ее не можешь никому продать, отдать, потому что она изношена, то это можно использовать как тряпочку. И детские вещи, как правило, делаются из хороших материалов. Хлоп, который хорошо впитывает, хорошо вытирает и прекрасно он нам служит. Дальше, что я еще не использую? Я не использую скрабы для тела, крема на разные части тела. Много тюбиков в ванной у меня тоже нет. Я использую твердый шампунь в бумажной упаковке. Соответственно, он используется прям под ноль и в бумажную упаковку биоразлагается. Скрабы я не использую 100 тысяч лет. Я заметила, что достаточно просто, опять же, бамбуковой щетки на сухую кожу или хорошей мочалки. Такой вот, знаете, у меня муж такие любит мочалки. Я когда попробовала такой мочалкой помыться, эффект такой же, как после краба. У тебя все тело такое напитанное кислородом, покрасневшее немножко, прям классно кожа обновляется. Великолепно они работают и нет смысла покупать какие-то скрабы, дополнительно что-то использовать. Опять же, дополнительная баночка, дополнительный какой-то тюбик, дополнительное средство. Крема на все части тела тоже это давно уже не моя история. Хотя было одно время, когда я баловалась с кремом для попы, кремом для груди, кремом для живота, для декольте, для пяток и так далее. Сейчас одна банка увлажняющего крема или питательного крема, если мы говорим про зиму, решает абсолютно все проблемы. Ну, естественно, для лица я использую другой уход. Дальше. Упаковки. Это я сказала. Тряпочки для уборки, вода, скрабы, батарейки. В общем, по-моему, все, да, мы с вами обсудили. Вот это я не покупаю и я никого не агитирую. Я так живу, мне так комфортно. Я выношу мусор раз в неделю. Я бы выносила его еще реже, если бы мы купили бы измельчитель бытовых отходов. Это вот моя цель. Просто нам нужно полкухни переделать, чтобы его установить. Это очень проблематично. Поэтому, ну, как бы я в любом случае этим займусь. Если уж не в этой квартире, то в следующей точно будет стоять у нас этот измельчитель вот этих вот отходов пищевых. И это еще меньше будет у меня поводов наведываться на мусорку. Что касается книг для детей, мои две любимые книги – это «Экоагенты». Леша и «Экоагенты спасают планету» и «Ноль отходов на дне банки». История о том, как один человек может изменить весь мир. И вот здесь очень много как раз информации для детей, которые рассказывают, да, вот эти книги рассказывают о том, как можно помочь экологии, даже если ты один, даже если вокруг тебя все люди погрязли в пакетах, в упаковках и так далее. Прекрасно. И та, и та. Огромная моя большая любовь. И я что хочу сказать. Вот если вы просто купите вот эту книжку или вот эту книжку для своего ребенка, но сами ничего не будете делать из того, что здесь написано, это будет такое прям, знаете, лицемерие. Прям нехорошо. То есть ваш ребенок читает о том, что нужно перестать вот так вот делать, вот это вот использовать и хорошо бы начать экономить там на ресурсах или еще что-то, а дома он будет видеть совершенно иное. Ну, как бы это не очень, да, хорошо. Поэтому вот эти книги читайте с детьми, выполняйте сами простые задания. Если вам это близко, если вам это откликается, то будем дальше на эту тему с вами рассуждать, потому что мне есть чем с вами поделиться в плане минимализма, разумного употребления. Я пробовала, кстати, отказаться от бумажных книг. Был в моей жизни период, когда я читала электронные книги, ну, потому что это же тоже не экологично. Но я поняла, что вот от чего, от чего, от книг я отказаться не могу. Книги будут у меня бумажные, поскольку, да, вот это мое, это мое хобби, это моя вторая жизнь, это моя отдушин. Поэтому что? Все, заканчиваем. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях с удовольствием. Почитаю, посмотрю, что вам интересно. Интересно, возможно, про минимализм в одежде, про минимализм на кухне, где-то еще, в душе, в мозгах и так далее. Всем пока, увидимся в следующем видео.